Всем огромный привет из Прованса! Какая у нас сегодня погода! Сегодня пасмурный ветерок, но не холодно. Сейчас мы собираемся и едем к Лильяну и Даниэлю. Сегодня приходит вся семья и мы устраиваем небольшое чаепитие для Лильяны. Я вам показывала подарки, так что поедем. Смотрите, что я купила мужу вчера. Мы купили. Ездили в Гран-Фре и он там увидел халву. Говорит, давай купим, попробуем халву. Она, конечно, немного другая. Вот он уже попробовал. А сейчас переверну вам, покажу, чтобы не высыпалось, закрою. Вот она греческая халва, кунжутная и с фисташками. Ну, в принципе, неплохая халва, но он сказал, что с нашей халвой вообще не сравнится. Конечно, наша халва много вкуснее. Ну, и та халва, которую я делаю, тоже очень-очень вкусная из подсолнечных семечек. Ну, так, в принципе, неплохая. Сколько здесь грамм? Сейчас вам скажу, сколько стоит. А грамм-то я и не вижу. Вот здесь как прилично. Так, вот, смотрите, грамм здесь 400. И что в нее входит? Вот, сезам, это кунжут, 53%. Вот, сироп глюкозы, это вообще очень плохое. Лучше в сахар добавили. Фисташки. А, я не видела. Ну, не очень хороший состав. Ладно, ничего страшного. Иногда можно. В следующий раз самому сделаем. Мы увидели, думаем, надо попробовать взять. И вот 400 грамм стоят, стоит 3 с чем-то евро. 3 с чем-то евро. Так что так. Ну, ладно, собираемся и едем. Сегодня мы ели еще редиску на обед. И редиску, как всегда, со сливочным маслом. Редиска, кстати, замечательная. Видите, я сразу затянула пленочкой, это все закрыла. И на канале «Экономная сибирячка во Франции» я рассказала, как избавиться от запаха в холодильнике. Кто еще не видел, обязательно посмотрите. Там для вас несколько лайфхаков. Тучки, тучки, тучки. Ну, все зелено. 15 градусов. Тучки, 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 тучки. Ну, все зелено. В Марселии, ты контент, что ты хочешь. То есть, все зелено. Они готовы. Ну, все зелено. Да, 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 да. Да, 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 да. Вису, да. Ну, все зелено. Вису, да, да. Вису, да. Хотела показать, как внутри. С кусочками каштаны. На поле не дает жур, ты не можешь раздоваться. Ну, ладно. Да, ладно, ладно. 90 евро, я тебе журнал. Ваши, ты не дает. Да, ладно. захотелось мне вторую чашечку кофе вообще я выпиваю одну чашку кофе в день вот такую вот чашечку в день но иногда так захочется и я себе не отказываю сколько французам рекомендуют им рекомендуют не больше 5 вот таких маленьких маленьких чашечек есть французы которые больше пьют есть которые меньше пьют я в принципе люблю кофе только утром и сейчас 11 час не знаю почему захотелось и я сделала себе вот в таком штучки пресс не помню как она правильно называется и у меня здесь кусочек твердого сыра обожаю кофе с миндальными сливками девочки вы просили показать еще поближе вот показываю миндальные сливки можно с ними готовить я тушила овощи вы видели и в кофе их тоже замечательно добавлять углеводов сколько здесь углеводов очень мало меня спрашиваю углеводов 0 7 и жира так 74 для кето тоже подходит кто на кето диете вчера мы так замечательно посидели с семьей пообщались приехали домой уже очень очень поздно лильян был очень доволен что все собрались и ему кучу подарков надарили так что семья всем вам передает привет и было просто замечательно были и племянницы мои все и были есть и сестра и брат сестра вернулась семью просто супер супер семья теперь это очень очень важно пока здесь попиваю свой кофе вспомнила вопрос одной из подписчиц я и показала помаду которая она просила и она спросила чем я делаю стрелки и я стрелки делаю не лайнером чем я просто делаю обычным обычными тенюшками такими самыми-самыми темными у меня маленькая палетка nike и я вот ими подвожу если вам будет интересно сейчас поднимусь наверх и покажу кстати крем под глаза мне очень от лореаль понравился сейчас я его покажу еще раз как он выглядит внутри и тушь тоже но ничего сверх экстра экстра ординарного нет но хорошая тушь за 7 евро тушь хорошая поэтому сейчас открою тушь покажу вам кисточку если есть еще какие-то вопросы то обязательно пишите в комментариях у меня сегодня владислав пошел в школу и представляете мы открыли до маски у них у нас тоже отменили все маски и поэтому французы без масок ходит но вчера один александр у меня был в москве скажите зачем он был маски потому что полна у них на работе много случаев к вида и он был маски чтобы защитить отца и маму поэтому он у меня такой если он что-то решил он будет это делать и владислав ему в принципе маски все отменили но в транспорте нужны маски и поэтому вы спросили зачем ты купила еще коробку масок да пусть будет на всякий случай а то он китай снова закрывают неизвестно и пусть у нас будет коробка маски но сегодня мне нужно эту коробку масок идти менять сейчас вам покажу что там с этой коробкой китайцы конечно молодцы но вот открываешь коробочку масок и там вот такие масочки но они решили сэкономить на веревочках и масочек нету веревочек поэтому сегодня нужно идти в магазин и менять эти маски так что вот так у вас такое бывает хоть раз покупали такие маски без и может они спрятали куда-то они даже их не пришли просто-напросто наверное вся партия такая пойду в магазине узнаю а кстати вам хотела рассказать про зеленый чай про зеленый чай и витамин а один француз сделал видео очень интересное и оказывается большое количество чай вообще зеленый супер антиоксидант хорошего качества и нужно обязательно употреблять в свой рацион но нужно быть осторожны про железо я вам рассказывала у кого железо дефицит анемия то нужно быть осторожна потому что выводит железо не дает впитываться железу из еды поэтому чай отдельно от еды также точно как кофе но особенно сказали французам зеленый чай и подтвердили еще раз и самое главное что в чай и вот я забыла как называется есть один элемент я пересмотрю видео потом вам поподробнее расскажу что если в большом количестве но если люди которые не знают меры что в кофе что и в чай вот вообще зеленый чай очень хорошо для сердца для сердечной мышцы и некоторые чтобы поддержать эту мышцу в америке знаю американец один начал пить этот зеленый чай в очень большом количестве он даже не пил чай он капсулы принимал принимал капсулы в большом количестве потому что боялся у него из родственников у одного были проблемы с сердцем и поэтому он принимал эти капсулы большом количестве и в конце концов у него он полностью себе разрушил всю печень и вот французам сказали будьте осторожны не больше но я думаю никто не выпивает 10 чашек 10 чашек не надо выпивать зеленого чая будьте осторожны когда вы покупаете и добавки и пьете что-то в большом большом количестве лучше разнообразие одну чашечку зеленого чая одну чашечку кофе одну чашечку цикория одну чашечку там какой травяного чая чайка и побольше водички вот зеленым чаем сказали быть осторожны с большим количеством и нужно быть осторожным с витамином а разум сказали что витамин также очень плохо влияет на печень в большом количестве поэтому если добавку витамина а сами себе прописали также будьте осторожны давайте вам сразу покажу тушь минуточку открою вот такая у щеточка от лореаль нормально хорошая такая понравилась когда свежая тушь она вся наверное хорошая пока не раздражение никакого не возникло но от лореаль у меня не возникает а вот от dior от которой у меня возникло раздражение сейчас я вам покажу моя любимка гипноз ну вот частенько от такой дорогой туши возникает раздражение кто-то мне еще писал что тоже не смог пользоваться этой туши крем мне очень понравился аж префект от лореаль 50 плюс ну прям два дня пользуюсь это очень мало вы скажете два дня но пока то эффект нравится потом поподробнее вам расскажу и baby крем сейчас тоже достану от мобили тоже мне понравился по консистенции просто супер такой знаете как будто шелк наносишь на лицо и не нужно никак не пудры не нужно ничего на свете не нужно ни основы 4 в одном единственное что сразу скажу что конечно пигментные пятна но вам сейчас не видно пигментные пятна он не сильно перекрывает но лицо делает достаточно ровный такой ровный ровный цвет и выравнивает очень хорошо лицо у меня 01 самый светлый 01 а там их и кажется 4 свет света есть вы подберете сейчас тоже открою покажу какой цвет вот какой подстраивается он под кожу лица потом поэтому если хотите попробовать то советую попробует а хотела ответить на один из вопросов давайте сейчас скорее всего этот вопрос от новеньких которые подписались на канал и и не посмотрели еще все видео потому что я на вопросы на эти все отвечала но мне не трудно ответить еще раз владиславу владислава сколько двоюродных французских сестер и братьев у него две двоюродные сестры и один брат вот вчера были две двоюродные сестры вместе с нами на день рождения у лильяна брат работал не мог прийти бра одна а брат и сестра это дети стефана вы их видели это маржури и тома и виктория это сестра ой двоюродная сестра владислава дочкой сестры двойняшки александра поэтому у него здесь во франции здесь в провансе они все живут двоюродных один двоюродный брат и две сестры также еще были вопросы лена а где работали где работал лильян и где работала даниэль а я уже тоже много раз рассказывала даже даниэль отвечала сама на вопросы но повторю еще раз лильян работал на разных профессиях он работал в одном замке он помогал повару а вот и затем он работал представителем марки бандюэль и еще одной марки очень известной река также он работал он представлял продукты и развозил по разным по разным регионов и также он еще у него была одна профессия он рассказывал то есть он сначала работал на кухне а потом он работал в зале в ресторане он был как по-русски сервер по-французски это официантом официантом так что у нас лильян просто или был в продаже постоянно его даниэль никогда сильно не видела дома потому что он был в разъездах постоянной или он работал со звездами я уже много раз рассказывала а вот обслуживал звезды приходили потому что ресторан находился в очень в очень знаменитом замке какой еще вопрос был сейчас даниэль где работала даниэль она сначала немного работала на заводе на каком точно не знаю нужно у нее будет спросить и потом она в принципе не работала потому что лильян не хотел чтобы она работала она сидела дома с детьми и брала чужих детей на дом и занималась вот таким садиком можно сказать так на дому вот сестра александра где работает сестра александра работают в доме престарелых вот где работает брат александра у него был свой гараж он ремонтировал машины сейчас он работает тоже занимается ремонтирует машины но он свой гараж уже давно продал и он работает на одну из мэрий и сын его тоже работает на одной из мэрий где работают племянницы племянница одна работает помните маржоли она сама рассказывала что она работает в клинике для яка не знаю как она назвать полиати по-французски знаю по-русски вот когда уже люди с онкологией уже знают что их просто и мне уже не помочь но уже последние дни и вот они находятся в этой клинике работа у неё очень-очень тяжелая мы вчера с не разговаривала потому что в людей нужно поддерживать за людьми нужно ухаживать знаю что у них уже ну как вот последние дни у кого-то последние годы у кого -то последние месяцы привет она вчера говорит что очень тяжелая работа но она у нас просто умничка И она говорит, чтобы как-то развеяться, а не со своим другом, потому что он работает тоже в этой же поликлинике, они постоянно куда-то на выходные уезжают, путешествуют, чтобы немного развеяться. И младшая моя племянница, она работает в аптеке, она получает медикаменты, все на свете распределяет, то есть она там на компьютере работает, ну все поделилась на все вопросы. Если есть еще какие-то вопросы, то обязательно-обязательно пишите, я буду постепенно отвечать на все вопросы. Так, еще поступают такие комментарии, Лена, мы, наверное, от тебя отпишемся, потому что в наше время вот такие обыденные домашние видео очень тяжело смотреть, да, как-то, ну, люди, скорее всего, не могут сейчас смотреть обычную такую простую добрую жизнь. Я вас понимаю и нисколько-нисколько не обижаюсь, я всем желаю добра и счастья, поэтому, если тяжело сейчас смотреть мой канал, не нужно себя заставлять, просто отпишитесь, и когда захочется, то придете ко мне в гости, я буду вас всех ждать. Все, всем пока. А еще был вопрос, Лена, чтобы ноете, блогеры закрывают YouTube, есть и посложнее ситуации, все на свете, я с вами вполне тоже согласна. Согласна, я не ною, я просто говорю, что будет просто, ну, если что-то, это так надо, значит, так надо, но просто-напросто мы к друг другу привыкли, и кому-то сложно оставаться на канале, а кому-то, наоборот, это отдушина. Все, всем пока-пока и до новых встреч. Надеюсь, до новых встреч. Мирного неба над головой всем. Продолжение следует...